МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Алеппо в результате подрыва не им погибли мирные жители. Индия заявила, что Пакистан вновь нарушил режим переменения в Кашмире. В США скончался 104-летний армянин, переживший геноцид против армян. В Национальной библиотеке Эстония открылась специальная выставка, посвященная истории и культуре Армении и Арцаха. В саду Кентерберийского собора осветили армянских очков. Через несколько недель после размещения армянских сил в Алеппо, где они должны оказать гуманитарную помощь, из Баку поступило удивительное заявление. Баку осуждает вопрос размещения сирийских армян в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил, что переселение сирийских армян в Арцах является нарушением Женевского соглашения. По сообщению информационного агентства ИСНА, глава МИД Азербайджанской республики Эльмир Мамедьяров заявил, что этим действиями Армения нарушает Женевскую конвенцию. В связи с этим мы попросили президента Арменака Абрамяна прокомментировать заявление Мамедьярова. Возможность армян из Сирии поселиться в Арцахе неудивительно. Не преступление. Мы имеем право заселять наших соотечественников по всей нашей территории. Мы суверенны в Арцахе, а также на территории Западной Армении, говорит Арменак Абрамян. Власти Азербайджана хорошо знают об этом в суверенитете с 1920 года. В январе их государство было объявлено наряду с признанием нашего государства 19 января. Кроме того, Азербайджан не может поставить под сомнение международное признание 1920 года. Арцах не только независим де-факто, но и в связи с Северским мирным договором и статьей 92. Этого договора Арцах считается частью армянского государства и, следовательно, частью Западной Армении. Статья 92. Границы Армении с Азербайджаном и Грузией по принадлежности будут определены с общего согласия заинтересованными государствами. После того, как предусмотренное в статье 89 решение будет вынесено, и после того, если те или иные заинтересованные государства с общего согласия не смогут определить свои границы, последняя будет определена главными союзными державами, которые вместе с тем должны будут озаботиться нанесением ее на месте. Необходимо соблюдать международное право. В противном случае конфликт может быть возобновлен в любой момент, последствия которого не будут известны. На разных встречах глав государств должны присутствовать не только власти Арцаха, но и власти Западной Армении, так как без Западной Армении ничего нельзя определить, и этот факт хорошо известен всем сторонам. Отношения с ЕС являются одним из приоритетов внешней политики Армении. Евросоюз является надежным партнером для Еревана, продолжительное развитие сотрудничества, с которым сегодня наиболее важно в контексте демократических реформ, происходящих в нашей стране. Об этом заявил на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском 5 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян. Армения готова приложить все усилия в направлении обогащения сотрудничества с Евросоюзом и государствами-членами ЕС, новыми идеями и инициативами, заявил Пашинян. Он также подчеркнул, что никаких отклонений от демократической повестки, провозглашенной властями Армении, не будет. Как отметил Пашинян, содействие ЕС по части судебно-правовой сферы, реформ в системе полиции, развитие экономических инфраструктур в Армении имеет очень важное значение для Еревана. Глава Кабмина также затронул процесс либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Он подчеркнул, что это станет дополнительным стимулом для развития сотрудничества между Ереваном и Евросоюзом. Что же касается региональных вопросов, Пашинян отметил, что Армения высоко ценит сбалансированную позицию ЕС по Карабаху, а также поддержку усилием минской группы ОБСЕ. Армения привержена исключительно мирному разрешению конфликта, добавил он. Восемь мирных жителей погибли, еще 27 получили ранения во вторник в результате двух инцидентов, связанных со взрывом мин в провинции Алеппо на северо-западе Сирии, передает сирийское агентство САНО. Источник руководства полиции Алеппо сообщил о гибели семи мирных жителей. 14 человек пострадали сегодня. В деревне Мирага на юге провинции в результате взрыва мины, оставленной террористами. Когда мимо проезжал грузовик с рабочими, пишет агентство. Также агентство сообщило, что один гражданин погиб и 13 ранены в результате взрыва мины, оставленной террористическими группировками в деревне Тель-Арран в восточной части провинции Алеппо. Армия Индии заявила, что вооруженные силы Пакистана в ночь на среду днем вновь нарушили режим прекращения огня в спорном регионе Кашмир. Обстреляв позиции индийских военных, пострадал один человек. Как сообщил журналистом и официальный представитель Минобороны Республики подполковник Дивендер Анант, не спровоцированные обстрелы с применением минометов и огнестрельного оружия возобновились во вторник вечером около 22.30 в районе Сундербани. Они продолжались примерно до 4.30 среды. Наши вооруженные силы дали решительный ответ на эту агрессию, сказал Анант. Он информировал, что перестрелки также были зафиксированы в районах Ноушера и Пунч. По словам представителя Минобороны Индии, в результате обстрелов с подконтрольной Пакистану части Кашмира пострадал один индийский солдат. В последнее время обстановка в Кашмире, регионе, на который претендует Индия и Пакистан, существенно обострилась. Причиной этого стала атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной военизированной полицией в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта в тот день стали 45 человек. В США в возрасте 104 лет скончался известный фотограф из Мелоуки, который пережил геноцид против армян. Артин Айк Коджбабян умер 4 марта в Висконсине по естественным причинам. В августе армянину исполнилось бы 105 лет. Артин родился в 1914 году, меньше чем через неделю после начала Первой мировой войны. Он стал сиротой, когда ему было 4 или 5. Мальчик видел, как его мать волокли турецкие солдаты, а его отец, профессор математики, просто исчез. Он жил со своим дядей в Константинополе, затем переехал в Марсель и Буэнос-Айрес, а потом уже в Нью-Йорк. Когда он приехал, ему было около 10 лет. У одного из его дальних кузенов была фотомастерская. Там он и выучился на профессионального фотографа. Уже взрослым он переехал в Вашингтон, где работал на фирму Underwood & Underwood. Он фотографировал как невест, так и политиков из Белого дома. Однажды ему удалось сфотографировать самого Франклина Рузвельта. У него остались 4 дочери, 9 внуков, 17 правнуков и 1 правнучка. 1 марта в Национальной библиотеке Эстонии открылась специальная выставка, посвященная истории и культуре Армении и Арцаха. Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армении, книги, представленные на выставке, переданы в дар посольствам Армении в Эстонии. Они знакомят с богатым историческим и культурным наследием и архитектурой Армении и Арцаха, географией, различными эпизодами, историей геноцидом против армян и армянской литературой. Всего за последние два года посольство Армении передало в дар Национальной библиотеке Эстонии более 50 книг. В мемориальном саду Кентерберийского собора Британии прошла церемония освящения армянского хачкара. Об этом сообщает преподаватель кафедры востоковедения Оксфордского университета диаспоровед Грач Чилингарян на своей странице в Facebook. На церемонии присутствовали архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, настоятель епархии Святой Армянской Апостольской Церкви в Великобритании епископ Оваким Манукян. Согласно источнику, авторами двухметрового хачкара из вулканического туфа стали скульпторы Джон Мерден и Вартан Московян. По словам декана Кентерберийского собора Роберта Уиллиса, памятник открыт как дань памяти жертв геноцида против армян и памяти Рэндала Дэвидсона, 96-го архиепиского Кентерберийского, который публично высказался о трагедии армян в Османской империи. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Шарль Азнавур и Седа Азнавур. Седа Азнавур Седа Азнавур Полная версия видео представлены на официальном сайте телеканала Заварной Армении. Оставайтесь с миром.